В этом году я посетила праздник 8 марта в обычной киевской школе. И сначала всё было очень даже мило. Детки поздравляли бабушек, мам, одноклассниц, пели песенки, читали стишки, танцевали. Я даже подумала, что я, наверное, ошибаюсь, и праздник 8 марта в школе не так уж и плохо. Но вдруг учительница объявила конкурсы для девочек. Итак, первый конкурс. Девочки ставят ногу на лист бумаги, ребята обводят контур ноги, а потом девочки показывают силуэт ноги всем зрителям и побеждают та, у которой нога самая маленькая. Ей присуждают титул «Мисс Дюймовочка» и вручают диплом. Но в классе есть крупные девочки, они начинают схлыпывать. Потом следующий конкурс. Девочек просят померяться, у кого самые длинные косы. Девочки поворачиваются к зрителям, парни оценивают длину волос и побеждают та, у кого самые длинные волосы. Ей присуждают титул «Мисс Русалочка» и тоже вручают диплом. Но обладательницы коротких стрижек начинают тоже уже схлыпивать и бежать к мамам в слезах. Дальше учительница объявляет следующий конкурс. Мне уже становится страшно. Она говорит, так, давайте сейчас выберем самую-самую-самую девочку. Ребята, проголосуйте, пожалуйста, какая из девочек самая-самая-самая. И ребята берут листики бумаги, пишут имена, потом ученица их считает, какая девочка наберет самое большее количество голосов. И таким образом вручают диплом самой-самой-самой девочке. До конца конкурса уже половина девочек переплакала. А я так сижу и думаю, так, вообще что сейчас происходит? Получается, что победа ни в одном конкурсе не зависела от качеств девочки, от личных качеств девочки. То есть принималась во внимание либо внешность, которая не зависит от девочки, либо оценка посторонних людей. Вообще такое явление носит название объективации. Сексуальная объективация — это игнорирование личных интеллектуальных качеств женщины и сведение ее роли исключительно к сексуальному удовлетворению. Нет или происходит во втором В-классе. Пусть, конечно, сейчас в силу возраста и без сексуального контекста. Но личные качества девочек игнорировались, а их внешность в случае соответствия некому канону, она вознаграждалась. Конечно, сейчас, когда им 7 лет, они не могут влиять на свою внешность. Но потом они станут женщинами и уже смогут влиять. И у женщин тоже есть некий канон. Поэтому они сделают себе пластику груди, накачают губы, ботоксом ничем там качают, удвинят ноги и будут соответствовать. Вообще эта объективация настолько невидима, что мы ее перестали замечать. Для многих праздник 8 марта во втором классе — это всего лишь праздник. Мы перестали замечать это отношение к женщине как к объекту, как к вещи, которые можно оценивать и сравнивать. Конечно, вещь может быть красивая, может быть функциональная, или не очень красивая, не очень функциональная. Но в любом случае от самой вещи очень мало что зависит. Откуда вообще такое отношение к женщинам? Почему нас считают какими-то недолюдьми, которые не дотягивают до мужчин? На самом деле нас постоянно сравнивают с мужчинами, находя те качества, в которых мы не дотягиваем до мужчин. Мы, мол, не настолько умны, не настолько сильны, не так разбираемся в технике, не имеем таких лидерских качеств, как мужчин. Соответственно, мы как бы недолюди, недочеловеки, недомущины. Но фишка в том, что мы не должны соответствовать этой мужской норме, потому что у нас есть своя женская норма. И мы не объект, не какая-то милая кошечка, не какая-то умная обезьянка. Мы полноценный человек. Мы человек просто другого пола. Но мало кто это знает. И в Украине реклама буквально заполнена женскими телами. И мы говорим здесь не об эстетике женского тела, мы здесь говорим о всё той же сексуальной объективации. Я вам хочу сказать, что эта реклама, которая используется, ну, по крайней мере, в Украине, настолько ужасна и вульгарна, что даже не прошла цензура TEDx. Я вам не могу её показать. Ну, в любом случае, как бы, то сообщение, которое закладывает реклама, которое я имею в виду в подсознании, это то, что женщина должна подчиняться, и женщину можно купить, женщину можно оценить или передать, и её мнение вообще не важно. Потому что все эти слоганы в рекламе — это либо приказ, например, «раздвинь палочки», «облежи шары», «глотай, не глядя», «возьми в рот». То есть это реальный слоган из рекламы, который я вам не могу показать. Либо это согласие, например, «даю». Вот, «даю в растрочку до 15 разов». У нас есть такой слоган. Либо сосну. Либо там «на соси на дачу». Просто это игра слова. В Украине «на соси» — это насосы. Вот. А «на соси» — это «на соси». Ну, чтобы вы понимали, что вообще происходит. Да. И многие мои оппоненты говорят, мол, а что же ты хочешь? Что же ты хочешь? Секс продаёт. Но на самом деле в исследовании, которое публиковали в академическом издании «Психологический бьюлити» номер 5 за 2015 год, как раз экспериментально было доказано, что секс не продаёт. Когда человек наблюдает рекламу с использованием секса либо оголённого тела, то человек запоминает секс, либо оголённое тело. Но никак не товар, который рекламируется. Но нашим рекламщикам ещё очень далеко до понимания этого, поэтому да. Поэтому да, вот реклама, СМИ, фильмы, передачи, они вот несут вот этот чёткий-чёткий месседж, что женщина должна быть молодой, сексуальной и всегда готовой. Если ты вдруг не соответствуешь этому стандарту, то всё. Всё. Жизнь проходит мимо тебя. И в 40 лет у тебя будет 10 кошек. Ты должна быть всегда молодой и красивой. В 45 лет выглядит так, как в 20. У тебя не должно быть ни целлюлита, ни морщин, никаких волос, кроме головы. И если это не так, то ты будешь достойной разве что сочувствия, потому что тебя же никто не хочет. И как бы обязательно, чтобы характер должен быть покладистый, и женщина должна зависеть от мужчин. Ведь если она не зависит от мужчины, то она будет, о боже, независимой и самостоятельной, и с 10 кошками. Вроде кошки такие очень плохие животные, да? Лучше плохонькие домой, лучше насилие в семье, лучше несчастье в личной жизни, чем быть одной и чем быть нежеланной. И вот 6 июля меня очень разозлил один пост в интернете. В нем мужчина рассказывает о том, как нашел изнасилованную девушку в парке вечером. Он оказал ей первую помощь, и если бы он на этом закончил, то это был бы хороший пост, все бы сказали, молодец, помог. Но он решил закончить пост на путстве. Он написал, вот не нужно девушке ходить одним в темном парке, чтобы с вами такого не случилось. Вот вы заметили, что всегда так? Вот не нужно было. Вот не нужно было одевать короткую юбку. Вот не нужно было ярко краситься. Не нужно было пить. Не нужно было идти в гости к своему знакомому. Или наоборот, нужно было. Нужно было носить с собой электрошокер. Нужно было ходить на курсы самообороны. Нужно было громче кричать. Нужно было сильнее отбиваться. Я не понимаю, люди что с вами? Почему причину насилия не ищут в насильнике? Почему именно жертва? Вот представьте себе, вы идете по улице и видите перед собой пьяную, голую женщину, ярко накрашенную, с раздвинутыми ногами. Вот скажите, вы бы ее изнасиловали? Ну вы бы ее изнасиловали? Наверняка нет. А почему? Она же всем видом вас провоцирует. Мне кажется, все-таки дело в том, что дело не в моральных качествах жертвы, а в моральных качествах насильника. Я очень люблю в этом плане зеркальный метод. Представьте, что молодой парень возвращается домой ночью один. На него вдруг нападает стая гопников, жестоко избивает и насилует. И эта история попадает в интернет. Какова была бы реакция публики? Ну, во-первых, были бы слова поддержки и сочувствия. Люди бы написали, о, жестяки, вот животные. Я это не придумывая, спрашивала специально мужчин, как бы вы отреагировали на такое сообщение в интернете. Но сложно представить, что в этих комментариях были бы те комментарии, которые обычно пишут женщинам. Например, а что вы хотели? Он же их спровоцировал. Он же ходил ночью в парке один в короткой футболочке. То есть, понимаете, получается, что женщина, идущая в парке, одна ночью провоцирует, а мужчина нет. И вообще создается впечатление, что самый надежный способ для девушки и женщины не провоцировать, это не родиться женщина вообще. Я разозлилась на тот пост в интернете. И почему? Потому что вообще в многих странах существует так называемая культура обвинения жертвы. Если насилие совершается в отношении к женщине, то всегда находятся те причины и вообще то, в чем женщина сплоховала. Даже в таком ужасном случае, как дело об изнасиловании и убийстве Оксаны Макар. Это дело в свое время очень нашумело в Украине. И что произошло? 18-летняя девушка приняла приглашение своего друга подсесть к нему за столик, к нему и еще двум его товарищам. Она там выпила, по свидетельствам барменши, одну бутылку пива. То, что потом женщина впала в неадекват, барменши объясняют тем, что ей что-то подсыпали в пиво. Ну, в общем, парни вызвались ее провести домой. Они каким-то образом оказались дома у одного из них, где ее жестоко изнасиловали, а потом задушили проволокой. После этого насильники ушли на улицу искать место, куда можно спрятать труп. Но когда они вернулись, то казалось, что женщина еще жива. Тогда они ее снова душили и вынесли на улицу, выбросили в мусор и мусор подожгли. И даже в этом случае очень многие решили и обсуждали то, что Оксана Макар сама спровоцировала насильников, потому что не нужно было подсаживаться за стол к своему знакомому. Ну что это вообще происходит? И я написала пост в Фейсбуке. Я рассказала о том, как ко мне домогались в возрасте 6, 13, 18 лет. Потому что, понимаете, я женщина. Я знаю, что первые домогания сексуальные ко мне произошли, когда мне было 6 лет. Я так, в принципе, не могла себя вести как-то распутно или сексуально вызывающе. И у меня есть подруги женщины, я знаю их истории. Одну регулярно насиловал отчим, но мама ничего не делала, потому что стоял квартирный вопрос. Другую заставлял орально ублажать ее родной брат. И тоже ничего не происходило, потому что ей было стыдно что-то рассказать. Так вот, я написала пост, я написала все эти случаи, я придумала хэштег «Я не боюсь сказать» и попросила женщин делиться своими историями. Я хотела, чтобы мир наконец-то увидел, что происходит, насколько огромный этот масштаб насилия, который происходит с нами, с женщинами, почти каждый день. Я хотела, чтобы наконец-то ситуация изменилась, чтобы не нам было стыдно за то, что с нами происходит, потому что стыдно должно быть в этом случае только одному человеку, насильнику. Но общество винит жертву. Нам кажется, что трагедия произошла с нами, потому что мы в чем-то сплоховали. Мы сплоховали, значит, мы недостаточно хорошие. И значит, мы плохие. И значит, нам очень стыдно рассказывать о том, что с нами произошло. И мы молчим. Мы молчим настолько, что в Украине, которая, как вы знаете, большая страна, за 11 месяцев 2015 года было открыто всего лишь 305 дел об изнасиловании или попытках изнасилования. И это на фоне общей численности криминальных дел в 514 тысяч. И это при том, что Всемирная организация здоровья дает статистику, в каждую третью женщину она или подвергалась попыткам изнасилования. И мне стало интересно, неужели Украина настолько благополучная в этом плане страна? Ну, вряд ли. И поэтому я очень хотела, чтобы женщины начали говорить. И вот мой пост становится этой отмашкой, которая говорит, давайте, рассказывайте свои истории. Но первые 5 минут никто ничего не писал. Я думаю, ну все. Опять буду выглядеть этой чудачкой-феминисткой, которая во всем видит угнетение женщин. Но первый же пост под этим хэштегом, он просто порвался в соцсети, потому что женщина написала о том, как в возрасте 8 лет к ней подсел в лифт мужчина, она поднималась домой как раз. Мужчина нажал кнопку последнего этажа, там выволок девочку маленькую, 8-летнюю, из лифта и изнасиловал. И именно этот пост и начал эту всю акцию, я не буду сказать. После него тысячи историй пошли, историй крика, историй боли. И они буквально снесли эту стену молчания, которая существовала на тему насилия. И вообще резонанс был настолько огромный, было публиковано за полтора месяца около 24 тысяч историй. И резонанс был такой большой, что буквально пошатнул понятие нормы. Началась общественная дискуссия. Уместно ли вообще говорить о столь личных вещах публично? Бывают ли случаи, когда виновата всё-таки женщина? И не попадут ли под подозрения те, кто просто пытается ухаживать за женщиной? Конечно, мы должны говорить о том, что происходит. Потому что насилие, как любое зло, оно очень любит темноту и тайну. И очень многие насильники не играли на этом. Особенно это хорошо работает с маленькими детьми, когда говоришь, вот если ты расскажешь кому-то, что я с тобой, или что ты сделаешь, я скажу, что тебе это нравится. И мама больше никогда не полюбит такую плохую девочку. И вот это наша традиция, что нельзя выносить ссоры из избы. А как известно, около 90% того, что насилие, которое происходит над женщинами, оно происходит либо со знакомыми, либо в кругу семьи. Так вот, то, что нельзя выносить ссоры из избы, это, мне кажется, вообще бредом. Потому что если мы вместо того, чтобы выбрасывать мусор, его собираем внутри жилища, это уже какая-то аномалия. По поводу того, бывает ли виновата женщина. Нет, не бывает. Нет таких вообще обстоятельств и условий, при которых можно оправдать насилие. В Украине недавно произошел просто вопиющий случай, когда судили мужчину, который изнасиловал несовершеннолетнюю девочку. Судья решил учесть такие смягчающие, как он выразился, обстоятельства, как наличие у насильника семьи, детей и постоянной работы. Поэтому он присудил, как меру наказания, выплатить матери пострадавшей чуть больше 100 долларов. И когда общественность обратилась к этому судье и сказала, ну что ты делаешь, как это так, это же тяжелейшее преступление, почему 100 долларов? Он говорит, ну как, я считаю это меру наказания достаточной, потому что жертва тоже вела себя неподобающе. Извините, а давайте, может, составим какую-то таблицу градаций поведения подростков, чтобы было нам понятно, в каком случае их уже можно насиловать, а в каком уже убивать. И опасения по поводу того, что любое проявление внимания к женщине может быть расценено как приставание или сексуальное насилие тоже, не выдерживают критики, если просто пользоваться очень простым правилом. Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Соответственно, любые проявления внимания абсолютно уместны до тех пор, пока не устраивают человека, на которого внимание направлено. Ведь даже самые жестокие сексуальные игры, они не считаются насилием или еще чем-то до тех пор, пока все партнеры с этим согласны. Вообще, откуда масштабы этой проблемы? Откуда такая... Где взялись эти тысячи и тысячи историй? Многие растут из все той же объективации, когда женщину рассматривают как инструмент для ублажения мужчины. И это стандарт, что женщина всегда должна быть молодой, готовой, красивой. Он существует. И вся индустрия красоты заточена под это. Так в том случае, если мы вырастаем в парадигме, когда мужчина берет, а женщина дает, почему нас удивляет, что когда мужчина хочет взять, а женщина не дает, то мужчина как бы этого не понимает. Он продолжает действовать, потому что он привык, что ему должны давать. Но на самом деле мужчинам тоже не легче, потому что во всех этих случаях с изнасилованиями или попытками изнасилования мужчина представляется как такой какой-то зверь, который не способен контролировать свои порывы и импульсы. Но ведь это не так. Так вот получается, что объективация, которая начинается во втором В-классе, проходит через рекламу, СМИ, фильмы и телепрограммы, она дает нам это ужасающее количество насилия и попыток изнасилования. Каковы результаты вообще акции? Во-первых, был сформирован общественный запрос, когда лично стало политическим, и проблемы насилия женщин начались решаться на государственном уровне. Во-вторых, многие задумались о воспитании детей. Как говорили с детьми о насилии? Что такое норма поведения? Что такое личные границы? Что такое отказ? Что такое согласие? Что такое секс? И, что самое главное, пошатнулась культура обвинения жертвы. Потому что все эти истории, публикованные под хэштегом «Я не буду сказать» или «Я не буду сказать по-украински», они показали, что насилие происходит в любом случае. Насилуют сильных женщин, насилуют слабых женщин. Насилуют одетых откровенно, насилуют одетых скромно. Насилуют в темном парке, насилуют среди белого дня. Насилуют, потому что насильник не уважает границы жертвы. Насилуют, потому что насильнику не хватает моральных качеств. Не жертвы, а насильнику. Насилуют, потому что у насильника нет эмпатии, нет понятия уважения к другому человеку. Нет таких условий, когда… Да, очень много есть причин изнасилования, но всегда они лежат в одном человеке. Это в насильнике. Поэтому нам нечему стыдиться, нам не должно быть стыдно за то, что происходит. И мы должны об этом говорить. Мы не должны бояться сказать. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok